Добрый день, уважаемые слушатели! В вашем внимании представляется лекция по питательной поддержке пациентов в критическом состоянии. Сирир Вилли Муслер, живший с 1849 по 1919 годы, изрек следующую фразу Лекция читается в совершении профессора Валерия Матвеевича Луфта, который в Кербурге успешно занимается данной проблемой. Классификация инстинктов по символу. Здесь она представлена как в группе инстинктов, по признакам. Но если обратить внимание на группу витальных инстинктов, то на первом месте стоит пищевой, питьевой, а затем уже идет оборонительный, ревелирующий сон, бодрствование, то есть циркадный ритм, и, конечно, рефлекс, эконом, и сил. Зоосоциальные ролевые. Это половой, родительский, рефлекс эмоционального резонанса, то есть со-переживания. Территориальный, иерархический, доминирование или подчинение. И, наконец, третья группа рефлексов – саморазвитие, удовлетворение индивидуальных потребностей. Она включает исследовательский, иннотационный, игровой, и, наконец, аж текст преодоления свободы. Лекция будет построена по принципу очевидного невероятного. Вот очевидными реалиями являются, что любой человек, для того, чтобы удержать свой инвизорный трофический или параллельский питательный паниостаз, нуждается в обязательном, оптимальном обеспечении необходимой для же деятельности питательными веществами. И установлена прямая традиционная взаимосвязь между трофической обеспеченностью критических пациентов и их летальностью. То есть, чем выше энергетический, кислородный, белковый дефицит, тем чаще у них наблюдается тяжелое поле органной недостаточности. В интерпретации кафедры Митрия Владимировича Садчикова, а сейчас Алексей Владимирович Кулигина – это смот и летальный исход. К очередным реалиям относится следующий постулат, что при невозможности перорального питания имеются хорошо разработанные, опробированные, эффективные методы доставки питательных веществ через зонт, через вены. Сегодня в Российской Федерации имеется широкий выбор различных питательных смесей, которые позволяют не только осуществлять сколько угодно субстратное обеспечение на протяжении длительного времени, но и управлять структурно-функциональными и метаболическими процессами организма. Сегодня зарегистрированы и имеются в наличии все необходимые современные средства доставки необходимых питательных средств. Небольшая справка сейчас на рынке питательных веществ. Доминирующая позиция, безусловно, занимает импортные питательные средства, так как завод в мытищах, производивший различные формы питательных смесей под названием «Нитриэн», он не работает, он просто не выиграл конкуренцию в силу определенных субъективных и объективных обстоятельств. А насчет средств доставки, в первую очередь это помпа, которая позволяет прокачивать с определенной скоростью, или еще там ее называют инфузонат, питательные вещества, или вену, или в зон, заведенный за зону катастрофы в желудочно-кишечном тропе. Очевидным реалием относится создание проблемной комиссии проэнтериального питания и Межведомственного научного совета по медицинским проблемам питания Российской академии медицинских наук и Минздрава Российской Федерации. Существуют приказы Минздрава и Российской Федерации, которые регламентируют питательную поддержку, они здесь приведены. В частности, об утверждении номенклатуры медицинских услуг. Ну, с этой фразой, это медицинские услуги, я не совсем согласен, так как понятие услуги, оно применимо к ресторанной зоне. В нашей же сфере медицины это высокое искусство. Объективная реальность и общепризнанная позиция, дифференцированная питательная поддержка тяжелых пациентов, не имеющих реальной возможности оптимального естественного питания, должна являться одним из базисных методов их лечения. Питание обозначается во всех случаях, когда пациенты не могут, не хотят и не должны принимать пищу естественным путем. А вот теперь к невероятному. Интериальное питание до настоящего времени не имеет должного внедрения в клиническую практику многих лечебных учреждений. Проще говоря, приказы не работают. В распоряжении правительства Российской Федерации об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, датированных в 2012 году, интериальные питательные средства вообще отсутствуют. Интериальное питание почему-то не вошло в разрабатываемую федеральную массу. В новом федеральном законе о России от 21 ноября 2011 года об основах охраны здоровья граждан России нет ни единого слова об искусственном питании пациентов. Распоряжение правительства от 7 декабря 2011 года за номером 2199-Р об утверждении перечней жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2012 год. Код в левый столбец, анатомно-терапевтическая классификация и, наконец, лекарственные препараты. Что мы здесь видим? Здесь жировые эмульсии, здесь АК расшифровывается как арастой раненый кислот, но здесь не указаны специальные питательные смеси. Два традиционных российских вопроса. Кто виноват? И что делать? Предопределяющая позиция выбора метода питательной поддержки. Если постулат, если желудочно-кишечный трактор работает, используй его, а если нет, то заставь его работать. Напомню, что существует методика госпиталя Бурденко Алексея Милча, в котором говорится о том, что не надо дожидаться перистальтики, слышим мы на расстоянии или при непосредственном изучении перистальтики с помощью фонодоскопа. Запускать питание, питательную поддержку можно с первых суток, но разработанная методика, она должна начинаться с растворов глюкозы 5% и крестовоидов. Дается 200 мл в зонт и на 2 часа зонт пережимает. Через 2 часа открывает, и если усвоение введенных веществ более 50%, то следующую дозу наращивают в 2 раза. Начинается эта методика с утра и к вечеру вешает. Переходить или нет уже на специальное питание. Если все, что вводят пациенту в виде растворов глюкозы и крестовоидов усваивается, то специальные питательные смеси следующим уже шагом разводятся в 2 или в 3 раза. И начинают также с небольшой порции для того, чтобы перекрыть в зонт и через 2 часа убедиться, что питательная смесь усвоилась. И тогда по нарастающей продолжают питательную поддержку, исходя из 25 ккал на килограмм в сутки. В 85% из числа нуждающихся в искусственном питании пациентов субстратное обеспечение реализуется путем назначения энтерального питания. Это очень важный постулат. Естественным путем получения питательных веществ в организме человек является энтеральный. Еще лучше, конечно, пероральный. Но когда это невозможно, устанавливается назогастральный, назовем импостинальный питательный зон, открываются различные стомы на различном уровне желудочно-кишечного тракта для проведения питательной поддержки. Почему при назначении питания предпочтение отдается раннему энтеральному питанию? Оно более физиологичное, дешевле к энтеральному, не требует строгого, стерильного соблюдения условий асептики и антисептики, не вызывает опасность для жизни, осложнение. Желудочно-кишечный тракт – мишень патомофологических и патомофологических реакций, постагрессивного воздействия на организм. Метаболически активная система, требующая внутрипросветного трофического обеспечения, барьер, отделяющий 3 кг внутрикишечной микробной массы от внутренней среды организма, так называемый эндогенный очаг инфекции. Надо помнить, что паралитический кишечник – это мотор смот. Фармакологические эффекты энтеральных питательных средств предотвращают дистрофические и атрофические процессы в связи с оболочкой желудочно-кишечного тракта, стимулируют и поддерживают моторику желудка и кишечника, восстанавливают и поддерживают ферментативную активность пищеварительных соков, а также гомеостазирующую функцию тонкого кишечника. Препятствуют контоминации микрофлоры в проксимальные отделы кишечника и уменьшают риск ее транслокации в кровь. Снижают частоту стрессорных, эрозивно-язвенных поражений желудочно-кишечного тракта. Насчет стрессорных вопрос открыт. Некоторых называют гипоксическим и шимическим поражением. Позволяет относительно быстро купировать катаболическую направленность обмена. Но необходимо помнить, что после перенесенного стресса организм перестраивается с преобладанием катаболизма на анаболея. После стабилизации гомеостаза эти два процесса выравниваются. И лишь только с определенными этапами, это обычно 14-е сутки, при благоприятном течении, постстрессового состояния, наконец-то анаболизм начинает преобладать над катаболизмой. Поэтому процесс взаимодействия двух составляющих достаточно длительно и нужно набраться и терпение, и понимание того, что пациенту нужно время для адаптации организма к новым условиям получения питательной поддержки. Основные клинические эффекты нейтрального питания. Назокомиальная пневмония снижается на 25%. Это отчет Эспен. Напомню, Эспен – это Европейское сообщество питательной поддержки, а Аспен – Американское сообщество питательной поддержки. Отчет 2004 года по-настоящему времени ничего не поменялось. Итак, по названию пневмонии. На 25% снижается их количество. Орнивые инфекции – до 40%. Сроки пребывания варит на 2-3 суток. Это очень значимо, так как это самое затратное отделение по финансовым расходам. Пребывание в стационаре в среднем снижается на 25%, а использование препаратов в крови – до 30%. И, кроме их нажатными препаратами, а компонентами. И, наконец, послеоперационная литальность, что очень важно, достигает снижение за 15%. Где может применяться энтеральное питание пациентов взаимосвязанными этапами? В стационаре, безусловно, но и дома. Дома – это стабильное состояние, требующее длительного лечения, имеющее перспективу частичной или полной социальной адаптации. Не имеющее перспективу в социальной адаптации, так называемая палеоактивная медицина. Ну, и здесь надо еще упомянуть одно вновь открытие в Российской Федерации, как и во всем мире, подразделение хоспис. Потому что стационаре или дома, безусловно, это две разные вещи, как говорят в Одессе. Но хоспис представляет собой как раз то лечебное учреждение, где и должны заниматься уходом за пациентами в критическом состоянии. Они могут быть перспективными, малоперспективными и неперспективными пациентами. Что мешает широкому применению нейтрального питания в России? Недостаточные знания и преднебрежительные отношения к данному виду лечения в интенсивной тропе со стороны организаторов здравоохранения и некоторых клиницистов. Отсутствие данного вида медицинского пособия в мессах – медико-экономический стандарт. Синомен – стандарт лечения. Это тот нормативный документ, который описывает оптимальный объем медицинской помощи. Недостаточное и остаточное – финансирование клинического питания. Но это касается медицины в целом, безусловно, интенсивной терапии в частности. Ну и отсутствие должной организации, если вдруг на территории решили организовать группу питательной поддержки, которая существовала на территории клинической больницы Саратовского государственного университета в середине 0-х годов под руководством заново-клинической работы профессора Гроздова. Составляющая мессора лечения секции. По данным Санкт-Петербургского университета скорой помощи. Вот питательная метаболическая поддержка. И вот изменения в СОФА перед вами. И затраты в рублях. Аксиома, то есть это как бы доказанная гипотеза. В реализации любой клинической составляющей лечебного процесса важнейшей роли принадлежит должность ее организации. Ну, синонимом понимания этого является так же аксиома, что театр начинается с вешалки. То есть, необходимо не только строгая организация, но необходима военная дисциплина в нашей специальности. О чем, к сожалению, забывают организаторы здравоохранения даже первого звена. Приказ Минздрава России номер 330 от 5 августа 3 года. О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебных профилактических учреждениях России. Продолжение 5. Включает инструкцию по организации нейтрального питания в ЛПО. Там изложена необходимость организации бригады нитриционной поддержки, ну, по-русски говоря, питательной. Показания и противопоказания к применению нейтрального питания. Оценка нарушения питания, то есть так называемого питательного статуса. Карта наблюдения за пациентами, получающих нейтральное питание. И, наконец, характеристик питательных смесей для нейтрального питания. И внизу в подвале приведены приказы Минздрава России от 2005-2006 годов. Следующие за высшим названием. В чем проблема? Имеющиеся правовые документы разъясняют важность и декларировали необходимость создания стационарных бригад нитриционной поддержки, питательной земли поддержки пациентов в критическом состоянии. Не регламентируют их штатное расписание. То есть нет такого в штатах ЛПО. Возможные варианты решения проблем. Введение новой специальности клинических медицинологов. Возможны, но и отдаленные перспективы. В Российской Федерации 94 медицинских и провизорных специальностей. Проблему нужно решать и развивать сегодня. Наиболее коротким путем являются коррекции учебной программы. Изменения имеющиеся в квалификационной модели специалистов. Необходимо расширить штатное расписание и ввести должность клинического диетолога. Введение обязательных часов по клиническому питанию на факультете постдипломного образования. Повышение по эллификации при первичной подготовке специалистов. Это и анастезиологи, анатоматологи, хирурги, гастроэнтерологи, неврологи, онкологи. И в частности, на себя это может взять созданная комбинированная кафедра симуляционных технологий в медицине. Анастезиология, анатоматологическая и скорой медицинской помощи. Кафедра. Наша кафедра. Организационная структура службы клинического питания. Есть руководитель лаборатории, научный сотрудник, врач-специалист, старший медсестра. Медицинские сестры находятся под ее началом. Но все зависит от того, какое штатное расписание в каждом его полу представлено. Ну, в частности, вот у нас есть деления на взрослых и детских. Есть хирургические отделения, терапевтические отделения и другие. Вопросы, требующие решения. Включение в программу медицинских вузов отдельного курса. Необходимо принять единый классификатор существующих питательных смесей и расходных материалов. Необходим их для реализации питательной поддержки. Необходим отдельный правовой документ по клиническому питанию и статусу бригад, занимающихся питательной поддержкой. Это штат. Права. Обязанность. Принятие соответствующих нозологических мессов с обязательным включением туда питательной поддержки, как обязательной составной части, оказываемой медицинского пособия. Стандартизация данного вида медицинской услуги, медицинской поддержки, правильно сказать. И включение в перечень обязательных при сертификации ЛПУ. Ну и, наконец, это домашнее клиническое питание. Что нужно сделать сегодня? Дополнить справочник простых, сложных и комплексных медицинских услуг услугами клинического питания. Дополнить справочник жизненно важных препаратов, расходных материалов, препаратами и расходными материалами, необходимыми для реализации дифференцированного клинического питания. Что мы имеем на нашей территории? При различных видах патологий у пациентов с различными нозологическими формами диагнозов питательная поддержка идет одна и та же. Это недопустимо. Для каждой нозологии должна быть разработана своя питательная смесь. И она должна находиться на вооружении в аптеке под рукой у руководителя первого звена, то есть заведующего отделением анестезиологии и ренематологии. И запрашиваться лечащими врачами хирургических, терапевтических, реанимационных отделений. Создать согласительную рабочую группу в рамках профессиональных ассоциаций для разработки и принятия единых протоколов. Представить эти протоколы Минздрав России для включения их МС на лечение различных заболеваний. Необходима коррекция существующих учебных программ и квалификационные модели врачей. Включать вопросы питательной поддержки в разделы «Знать, уметь, быть ознакомленным». Расширение штата и диетологии. Внедрение в крупных ЛПУ должности клинических диетологов. О чем сказал великий Вретлинг, который здесь изображен Арвид Вретлинг. Голодание населения – это признак бедности стран. Оголодание пациентов свидетельствует о невежестве врачей. Неспособность врача обеспечить питание пациента должна расцениваться и к решению МАИТиоголден. Решение, для которого в большинстве случаев было бы трудно подобрать оправдание. Но известный постулат – кто не хочет решать проблему, ищет причину, а кто хочет, ищет пути решения. Благодарю за внимание.